Сегодня мы общаемся с историком Борисом Витальевичем Юлиным на тему коллективизации и смежных процессов, в частности в СССР. Как происходили процессы коллективизации в СССР? Борис Витальевичем поможет разобраться в этом вопросе. И сразу тогда первый вопрос. Можете описать в общих чертах, что же такое коллективизация? Почему СССР выбрал именно такой путь развития сельского хозяйства в конце 20-х и в течение 30-х годов? Ну, собственно говоря, в Советском Союзе после революции в Тебрске была установлена советская система. То есть власть лежала советом. Советы были как городские, производственные советы, так же были советы и на селе. То есть сельсовет, это совет конкретно как рука села. То есть люди получили систему коллективного управления. Совет постоянно контролировался, собственно говоря, жителями. И жители участвовали в управлении своим населенным пунктом. То есть, допустим, Совет мог принять решение построить клуб, баню, школу отремонтировать. Это принималось всеми органами. Но при этом сама система распределения земли, она была принята декретом земли в 18-м году, она представляла собой уравнительное разделение земли по числу едоков. То есть, каждая христианская семья по числу едоков получала какую-то часть общего деревенского надела. Дело в том, что в Российской империи землевладения не было в чистом виде частной собственности на землю. То есть земля принадлежала сельской общине, где в принципе тем или иным способом распределялось. Здесь было ликвидировано помещище земледелия, землевладение, квадское землевладение и было устроено равномерное распределение земли. То есть земля и так не являлась частной и не было права ее продавать. Чем отличалась коллективная собственность? То есть то, что называется коллективизация. То, что земля вместо того, чтобы принадлежать каждому отдельному крестьянскому хозяйству, принадлежала созданному ими коллективному артельному хозяйству колхоза. То есть колхоз – это артель. Все члены колхоза входят в артель своими долями. Доля каждого артельщика, колхозника – это его сход, его инвентарь, его земля. При этом люди могли как входить в колхозы, так и выходить из колхозов. Некоторые умудрялись это, например, за 20-е годы делать по несколько раз – выйти в колхоз и выйти из него. То есть пытаясь выгружить свой интерес. То есть когда нас пугают историями, что крестьяне каким-то образом якобы через эти колхозы были полностью прикреплены к земле, и в своем роде пугают нас каким-то феодальным строем этого колхоза, это ничего общего с реальностью вообще, как я понимаю, не имеет. Крестьяне, как раз таки, связанные круговой порогой, деревню покидали очень мало. То есть до революции и сразу после революции. А во время коллективизации как раз таки очень много крестьян и после мурии перебралось в города. То есть, собственно, с начала коллективизации, с начала Великой Отечественной войны, в города перебралось 34 миллиона человек. Вот это, конечно, цифра очень важная, потому что шла огромными темпами и урбанизацией, и тем не менее нас пугает тем, что якобы паспортов не было, и все были постоянно прикреплены к земле. Но цифры-то откуда? Паспортов и до революции не было, просто их еще не выдали. То есть паспортизация и всеобщее сельское соведение... Причем эти цифры... То есть там не было такой ситуации, что у крестьян паспорта отбирали. Там была ситуация, что им еще их не выдали. То есть если человек перебирался, получил справку из сельсовета, а паспорт получал уже в городе. На этом мы сейчас подробнее, когда под вторым вопросом переговорим. А сейчас я хотел бы все-таки как раз про процесс корректизации, зачем она была нужна. Дело в том, что совершенно четко во всем мире наблюдались вполне себе объективные процессы. То есть с развитием производительных сил в сельском хозяйстве требовалось укрупнение землевладения. То есть если у нас появляются трактора, комбайны, сейлки, веелки, элеваторы и прочее, то местное хозяйство оказывается недееспособным. Ну то есть выдать каждому крестьянину, допустим, трактор, это нерентабельно, расточительно и в принципе совершенно незачем. То есть маленький участок обрабатывает трактор в смысле особого смысла. И вот если мы хотим перевести сельское хозяйство от крестьянина, стоящей лошади, часто одной лошади на несколько человек, и с сахой перевести на сельскохозяйственную технику, то нам сельское хозяйство, сельскохозяйственного хозяйства нужно укрупнять. То есть в Германии используются для этого юнкерские так называемые. То есть там просто помещики юнкера скупали. Ну там как, там крестьяне были освобождены в своем крепостной зависимости без земли, в отличие от Российской империи. И вот в Германии там были как-то фриводистские свободные деревни, которые были еще до, ну свободными до отмены крепостного права в курсе. И были деревни, в которых крестьяне получили свободу, но не получили земли. И там были юнкерские хозяйства, на которых либо часть крестьян оставалась работать в качестве бутрохов, либо там крестьяне уходили просто в города, становясь рабочими. То есть был процесс пауперизации, который известен по Англии и везде. То есть когда идет укрупнение сельского хозяйства, разорившиеся мелкие собственники, которые потеряли свою землю. Для того, чтобы у кого-то хозяйство укропилось, нужно, чтобы у кого-то оно исчезло. Логично. И вот через пауперизацию проходили все категорические страны. То есть последняя, например, проходила Чили. И вот когда идет укрупнение хозяйства, что юнкельским путем, что фермерским путем, как в Соединенных Штатах. То есть в реке остались фермы, да? Но если раньше фермеры, допустим, в середине XII века оставляли там две трети населения, то сейчас их фермер в Соединенных Штатах меньше 5%. Это как раз таки говорит о том, что большая часть фермеров была разорена и вынуждена была покинуть сельскую местность и работать с зонными рабочими. То есть теми же самыми батараками. Это то, что в американских фермерах видно, как люди, живущие в стране. Да, просто часто у них-то такое идеализированное понятие. о том, как именно этот процесс происходил у них, потому что они якобы сами по себе, так сказать, укропненные хозяйства взялись из ниоткуда, так сказать. Вот в этом проблема. Нет, они взялись из разорения мелких хозяйств. То есть на месте 10 фермеров, которые жили раньше, сейчас находится более одного фермера, который работает обычно на крупных какой-нибудь обраходинг. Остальные разорены, а работы осуществляют в сезон, собственно говоря, наемные сезоны. Да, вот это тоже интересный момент, согласен. Вот в Советском Союзе. Так вот, в Советском Союзе тоже прекрасно понимали, для того, чтобы сельское хозяйство перестало кормить только само себя, а стало кормить страну, обеспечивая развитие страны, сельскохозяйственные угодья должны быть поукрупнены. То есть это было очевидно для всех. Но осматривалось как раз в середине 20-х годов и в конце 20-х годов два пути. На первую группу Пухарина предлагала путь через капитализацию деревни, то есть дать возможность кулакам захватить всю землю, разорить остальных крестьян, вытеснив их в городах, то есть пристиг популяризации. То есть остаются только кулаки и батраки, насилие, и после этого насилие проявляется, так сказать, сверху революция и построение уже системы, где все будет принадлежать как раз-таки советам в виде батраков. То есть, по сути, сразу переход к тому, что называлось более поздно СССР, совхозами, а не колхозами. То есть государственные предприятия. Но сам этот путь, идущий через капитализацию, был признан неприемлемым. Ну, потому что, ну, как так можно в стране непобедившего трудового народа идти путем, при котором разоряется большая часть населения страны? То есть снижается земли, прав, начинают вести нищенский образ жизни только для того, чтобы потом, там, через поколение где-то жить лучше. Этот путь, который вы сейчас упомянули, если я не ошибаюсь, при Российской империи в какой-то степени его же тоже пытались имплементировать каким-то образом? Да, именно его пытались провести во время Столыпинских реформ, что вызвало очень серьезное социальное напряжение на селе, и при этом Столыпинская реформа... Это же во многом и помогло осуществить рабоче-крестьянскую революцию. То есть, крестьян... Ну да. Хотя, в принципе, крестьяни стали отворачиваться от императорской власти еще время революции 1925 года, то есть до Столыпина. Но Столыпинская реформа на эту ситуацию сугрублива. И вот здесь в Советском Союзе принимается решение основного курса сделать на коллективизацию сельского хозяйства. То есть то, что Совет будет являться одновременно еще и коллективным хозяйством. То есть вот есть деревня, в ней есть колхоз. Ему принадлежат основные средства производства. И при этом, так как колхозы не имели средств на закупку техники, и, собственно говоря, тяжело это было обеспечить в достаточном количестве первые годы Советской власти первой десятилетии. То есть в это время индустриализация только начиналась. То были введены так называемые машины-тракторные станции. То есть предприятия, которые эксплуатировали сельскохозяйственную технику, издавали ее в аренду колхозам. То есть одна машина-тракторная станция работала на несколько колхозов, обеспечивая их деятельность. То есть у колхоза была земля, были рабочие руки, были семена, была скотина и так далее. А технику они арендовали. И для перевозки урожая, и для пассивных работ, и для уборки урожая. Вот, собственно говоря, это принцип работы советской системы в режиме коллективизации. При этом управляю колхозом. Председатель колхоза выбранный работниками колхоза. Ну и правление колхоза, собственно, тоже выбиралось. На основе артельного законодательства. То есть отдельного законодательства по колхозам не было. На колхозах распространялось артельное законодательство. И колхозники, собственно говоря, жили по какому принципу? Они получали так называемые трудодни, которые по итогам уборки урожая использовались для распределения вручного колхоза. То есть, допустим, работает человек колхозником. Для примеров и иллюстрации. Он должен отработать минимум 200 трудодней. Трудодень, кстати, можно было выполнить обычно за пару часов. То есть это не такая большая нагрузка была. Некоторые умудряются выполнять за год 400-500 трудодней. Либо один член семьи выполнял работу за всех членов семьи по трудодням. Вот необходимое минимум. И при этом колхозники имели еще подсобные хозяйства свои собственные. То есть часть, ну, поле обычно было общее колхозное. А вот сады там всякие, там, кролики, гуси, утки, это все было лично у колхозника индивидуально. И вот колхозник часть средств получал от реализации выращенного на приусадебном участке, это реализовывалось на колхозном рынке. Часть получал в виде своей доли от колхоза. И эту часть он тоже мог либо использовать для питания своей семьи, либо продать на рынке колхозном. Поэтому система колхозных рынков, она была достаточно широко распространена. То есть колхозные рынки, они сохранились, собственно говоря, до конца 80-х годов. Но в своем истинном значении они были только где-то годов до 60-х годов. Тем более, все-таки, как вы уже упомянули, должно происходить четкое взаимодействие именно с... Машино-тракторной станцией МТС. С машино-тракторной станцией, да, должно быть, конечно. Ну там как взаимодействие? Там просто были обыкновенные, ну, интерновые отношения. То есть хорошо работает МТС, хорошая зарплата у ее работников. Плохо работает, плохая зарплата у ее работников. Колхозы старались максимально-опсимально рядовывать технику. То есть, допустим, все эти разные культуры, те, которые с МТС работали, чтобы, допустим, на разные сроки проходила уборка урожая. А можно вот уточнить, при укрупнении колхозов и при их развитии начали ли у колхозов появляться своя собственная техника, свои собственные трактора и так далее? Или все-таки они, все-таки вот эти вот предприятия пользовались... Укрупнение колхозов было проведено директивным распоряжением во времена Хрущева, то есть уже сильно позже коллективизации. То есть коллективизация у нас конец 20-х, начало 30-х годов. А укрупнение колхозов, это сельскохозяйственная реформа 60-х годов. Тогда колхозы по нескольку колхозов объединялись в один, то есть получились большие колхозы, двух минут. И техника машино-тракторных станций, которая обслуживала эти несколько колхозов, она передавалась колхозу. То есть это было директивное решение сверху. Я понимаю, что может быть этот вопрос немножко в сторону, но какие здесь минусы появляются в данной ситуации, когда машино-тракторные станции, например, уже содержатся самим колхозом? Или все-таки это не настолько отрицательная черта, а просто другой путь? Это минус, довольно большой минус. Дело в том, что из-за этого снижается фонда отдачи. То есть есть такой параметр экономический фонда отдачи, то есть какую мы получаем прибыль по отношению к используемым основным фондам. В результате реформы сельского хозяйства фонда отдачи снизилась на 40%. Дело в том, что колхозу на самом деле задействовать нормально по цене свою технику не удается. То есть большую часть времени, она не сезон рабочий, она простаивает. И поэтому падает квалификация, как, собственно говоря, работников колхоза, которые работают на этой технике. То есть на МТС работали не колхозники, там работали рабочие, которые с техникой работали гораздо более эффективно. То есть лучше ее обслуживали, она была в более исправном состоянии, и она более полно эксплуатировалась. То есть сначала на одном колхозе проводилась, в другом, в третьем. Если колхоз один большой, то техника значительную часть времени простаивает, люди работают меньше, квалификация их ниже. Техника выходит из строя быстрее. Техники требуются в целом на получение, допустим, той же самой тонны пшеницы или тонны мяса больше, чем раньше. В принципе, это активно практикуется и сейчас даже в самых развитых, то есть индустриальных странах, где, например, какие-то относительно небольшие, например, производители винограда, то есть винограда, они то же самое, нет совершенно никакого смысла содержать свой собственный комбайн, то есть чтобы он простаивал огромное количество времени. Просто почему это так звучит удивительно для многих, когда говорят именно о такой системе построения сельского хозяйства? Вот это для меня, конечно, странно. Нет, ну оно было разумное, и люди работали достаточно, скажем так, эффективно, то есть в целом урожаи стали собирать больше, чем они были в Российской империи, то есть на тех же самых землях стали получаться больше урожая. И главное, высвободилось огромное количество рабочих сил. То есть чем больше возрастала техническая оснащенность машин и тракторных станций, тем меньше людей было нужно в колхозах, и они как раз-таки благополучно перебирались в города. Без всяких паспортов, без ничего, потому что есть человек собирался ехать, допустим, на учебу или на работу в город, он обращался к председателю сельсовета и требовал справку, так сказать, из колхоза. Эту справку ему обязаны были дать, он отправлялся в город, если он устраивался в городе на работу, то там он получал паспорт, получал жилье, прописку и работал уже в городе. То есть это то, что называется, допустим, крепостным правом и так далее, это чудо собачье. То есть там что не поощрялось? В Советском Союзе не поощрялось безделье и бродяжничество, и поэтому человек не мог уехать никуда. То есть типа поехать в город, просто в городе тусоваться. Это было невозможно. Если же он ехал в город работать, то есть, допустим, написал заявление по КП-5 и так далее, или по комсоморской путевке на какую-нибудь струйку, то его не то что могли отпустить, его не могли не отпустить. Почему коллективизация запустилась как масштабный проект только к концу 20-х годов? Вы, конечно, уже упомянули систему артели, то есть попытки в течение 20-х годов тоже были организовать, особенно таким вот ненасильственным путем, то есть путем убеждения, так сказать, организовать колхозы. Но не могли бы вы описать, почему именно к концу 20-х годов уже нужно было системно начинать вот этот процесс коллективизации? Ну, потому что, естественно, путем он шел все-таки достаточно медленно. А здесь уже дело касалось выживания государства и безопасности государства. Дело в том, что существовать большая держава, тем более потому что такая в социалистическом и капиталистическом окружении, могла только иметь достаточно промышленный потенциал, то есть проведя индустриализацию. А основным препятствием на пути проведения индустриализации в Советском Союзе стояло малое количество людей в городах. То есть 80% населения – это сельское население. То есть, соответственно, индустриализацию проводить некому. И вот чтобы высвоить рабочие руки, нужно было провести коллективизацию. То есть за счет коллективизации большое количество гражданских рук оказалось высвобожденным. Люди смогли начать строить заводы, предприятия, дороги. Вот для этого, собственно говоря, это и проводилось ускоренными темпами. Потому что ясно. Ну так, это как в 1931 году. Сталин сказал на съезде как раз работников легкой промышленности, по-моему, что мы отстаем от ведущих европейских стран на 50-100 лет. И если мы не пробежим это расстояние за 10 лет, то нас сомнут. То есть он очень верно оценивал ситуацию. Собственно, в 1941 году он у нас и нападал. Но Советский Союз к этому времени пробежал это расстояние. И вот чтобы пробежать это расстояние, нужна была коллективизация. Потому что индустриализация без коллективизации невозможна, в принципе. То есть благодаря коллективизации, во-первых, возникает большая потребность сельхозтехники на селе, которой до этого нет. То есть если крестьяне остаются на своих носовых платках, вот эти, на маленьких кулачках в земле, то совершенно им нет никакой необходимости закупать технику, правильно? Машина тракторной станции, сельхозтехника нужна обязательно. Так вот, то есть есть, во-первых, заказ на сельхозтехнику. Во-вторых, освобождается большое количество рабочих рук для развития промышленности. Вот ради этих двух вещей коллективизацию стали проводить ускоренными темпами. Хотя, конечно, многие там устраивали насильственную коллективизацию, то есть были такие эксцессы. Но за них наказывали. То есть называлось перегибами на местах, и за них людей реально судили и даже расстреливали. То есть НЭП, НЭП это то, что, в принципе, изжило себя к тому времени? То есть, или сыграло ли это какую-то решающую и вспомогательную роль для остановления этого процесса? НЭП, во-первых, его значение немножко неправильно понимает. То есть новая экономическая политика, это была не попытка, типа, поднять страну за счет капиталистических методов. Это была попытка удержать страну на плаву, пока создается советский орган. Для того, чтобы создать социалистическую экономику, то есть плановую экономику, требуется создать органы учета, органы планирования, органы управления, подготовить людей. На это нужно минимум несколько лет. Вот эти несколько лет и давно. То есть сразу ввести советскую экономику, такую, которая была во время первых пятилеток, сразу после революции было невозможно, потому что не было просто структур, которые бы это делали. Вот создавался Госплан, например, создавались первые государственные планы, которые работали по Госплану, создали реальные статистические органы. То есть все это было необходимо. Для того, чтобы это создать, был введен НЭП. Когда это все было создано, НЭП стал не нужен. А, собственно говоря, само развитие страны серьезное НЭП обеспечить не мог. Это вы очень прекрасно понимали. И НЭП закончился до того, как началась коллективизация. То есть, в принципе, от НЭПа вроде бы так вот директивно как бы не ушли, то есть его никто не отменял официально. Но, по сути, он закончился в 25-26 году. То есть, примерно за три года до начала коллективизации. Хорошо. Давайте тогда на таком насущном вопросе о кулаках вообще. Кто и откуда взялись? Что такое кулаки? Почему у них, особенно вот у нас в России, да, вот это слово кулаки трактуется, вы сами знаете, как люди, не покладающие рук, работая там с утра до ночи? Потому что это пропаганда. Это просто пропаганда. То есть нужно обвинить кулаков, показать дьявольскими отрудиями большевиков, которые проделились кулачами. Если вы откроете документы, собственно говоря, советского периода, самые первые, например, декреты земли, по которому земля распределяется по числу ядоков, так? Я уже говорил об этом. Да. И при этом эта земля не является объектом купли-продажи. Она является объектом пользования крестьян. То есть крестьяне могут эту землю обрабатывать, продавать урожай, кормить свою семью, выплачивать налоги. То есть это то, на чем крестьяне работают, но это не является объектом продажи или спекуляции, так? Да. Кулаки, они выделялись какими-то двумя моментами. То есть кулаки не были просто и до революции, термин дореволюционный. И они и до революции, и после революции занимались одним темпом. Это зажиточные крестьяне, которые занимались ростовщичеством, то есть давали серну или деньги, или скотину в рост. То есть я тебе даю до следующего урожая, там два месяца черна, а ты возвращаешься. И когда они опутывали своих односельчан долгами, они отжали у них землю. То являлось противозаконным. Кстати, ростовщическая деятельность являлась преступлением в Советском Союзе. То есть она была официально противозаконной. Скупка земли, отъем земли у других крестьян, тоже являлась противозаконным. Обычно любят рассказывать страшные легенды о том, что, мол, типа того, мол, моего прадеда раскулачивает только потому, что у него там было пять лошадей, да? Вопрос, зачем крестьян, которого маленький надел земли пять лошадей? То есть они жрут постоянно корм, правильно? Который нужно от кого-то брать. Пять лошадей, душу вспыхать этот маленький участок, который полагается одной семье, не нужно совершенно, так? То есть это означает, что Кубак, если у него есть пять лошадей, что он использует не только свою, но и чужую землю. Правильно? То есть не за то, что он пять лошадей имеет его раскушение. Просто тут, Марий Святоевич, вам многие сразу же возразят, что они эту землю якобы как-то в свои руки взяли, не покладая, не работая с утра до ночи. Взяли у других крестьян. То есть теми или иными способами они взяли у других крестьян. А это запрещено по закону. Земля не является объектом купли-продажи. Тем более она не является объектом расчета за набежавшие по процентам долги. Так вот, то есть здесь, Кубаки, совершали два уголовных преступления сразу. И они разоряли своих... То есть, собственно говоря, Бухарин предлагал как раз-таки закрыть на это глаза и отдать как раз-таки все под... По сути, отдать деревню Кубакам. То есть это называлось провести капитализацию деревни. То есть, в принципе, это идентичный путь тому, как это происходило, например, как при пауперизации во многих западных странах Европы. Именно так. Но это означает, что это требует разорить, выкинуть на улицу или превратить, по сути, в рабов тех пулаков примерно половину населения страны. То есть, да, сельхозугодие укропняется естественностью. То есть в каждой деревне останется один кулак, который владеет всеми землями этой деревни и который владеет, по сути, своими односельчанами. Да, этот кулак для повышения эффективности труда будет закупать сельхозтехнику. Ну, как это происходило в тех же самых Соединенных Штатах или как это происходило в Америке в Чили. То есть он будет это делать. То есть сам процесс укрупнения механизации сельского хозяйства, он будет происходить. Но он будет происходить через то, что будут разоряться, обращаться в нищету и попадать в зависимое положение десятки миллионов наших граждан. А это сочлить недопустимо. А так как все равно крупнеть сельское хозяйство механизировать надо, то вот как раз коллективизация. Да, к сожалению, для кого-то это очень даже допустимо, как я понимаю. Но тут вопрос об идеологии и пропаганде. Хорошо, давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Чем процесс индустриализации и повышения производных сил в сельском хозяйстве в СССР и ведущих буржуазных государствах отличался друг от друга? И, например, в таких странах, возьмем, как США, Британию и самых передовых. Ну, для начала мы начнем так, что индустриализация в Британии шла в основном за счет эксплуатации колоний. А сельское хозяйство в Великобритании до сих пор, вот прямо сегодня, в 21 веке, остается наполовину средневековым. То есть там, как было в 17 веке, в 17 веке, в 16 веке, лендлорды, вот после огораживания, да, лендлорды, на землях которых работают арендаторы. Это основа сельского хозяйства самой Великобритании. То есть сельское хозяйство Великобритании не является пределом ни по устройству, ни по, собственно говоря, эффективности. То есть, наверное, гораздо более, ну, очень сильно сходит по эффективности сельскому хозяйству, рядом находящейся Голландии. То есть и урожайность меньше, и эффективность обработки земель меньше, но... Поэтому Британию приведить в качестве примера довольно сложно. То есть и страна с многочисленными феодальными пережитками, которая живет за счет ограбления своих бывших колоний до сих пор. В Соединенных Штатах был, да, процесс вот именно, как, ну, в Соединенных Штатах там был какой-то бонус сразу. Там люди получали землю с самого начала, как фермеры, как индивидуалисты. То есть вот есть фермеры, они создают такой своеобразный хутор из нескольких ферм, а это иногда просто отдельную ферму, да, получают огромное количество земли, отобранной у индейцев, правильно, и эту землю обрабатывают. Потом дальше идет конкуренция между этими мелкими собственниками. То есть там не было крестьянской общины, которая была... То есть Россия перешла в революцию с элементами общинного землевладения и общинной системы управления. А Соединенные Штаты такой системы не имели никогда. Они шли через индивидуальные хозяйства с самого начала. То есть пытались взять как раз те же самые бухаринцы за основу американский путь, но американский путь, он имеет другие истоки. То есть, например, такая система, как коллективизация, она в Соединенных Штатах пройти просто не могла. Там некого объединять в колхозах. То есть их просто нет. А так, в целом, технически, да, он делал примерно так же. То есть особых отличий нет. То есть в Соединенных Штатах у меняются сельскохозяйственные владения, вводится механизация высокого уровня. Например, та же самая знаменитая фирма Кемпбелла, которая была таким предыдущим сельским хозяйством, вызвала стремительную розию почвы. Кстати, наши, не подумав в свое время, переняли его в конце 20-х, получается, с этих годов опыт этой фирмы, самой знаменитой в США. И это была одна из причин усугубления голов на переселенном Казахстане в 30-е годы. То есть, ну, в Америке, кстати, это привело к тому же самому результату, но там, правда, в Владоморе никого не объединяет, хотя в 33-34 годах в Соединенных Штатах много было. Да, я думаю, тут тоже даже посмотреть с экологической точки зрения, это сейчас такой тренд, конечно, своеобразный, но даже с этой стороны, наверное, в Советском Союзе, Советский Союз намного более прогрессивно подходил к вещам, даже если взять просто тот аспект, что они старались минимизировать, то есть при любой возможности минимизировать затраты, то есть полная кооперация и так далее, в то время как в таких странах, как в США, при укрупнении это было возможно только лишь, например, на единичных каких-то, пусть больших по своему масштабу, но единичных хозяйствах, то есть... Нет, знаете, здесь есть немножко другой момент, который вот можно очень легко даже проиллюстрировать, можно даже легко увидеть, чисто визуально. В Соединенных Штатах все земли пригодные под обработку, вот в этих так называемых социальных хозяйствах, все распакивались, правильно? И это привело к появлению, например, такого явления, очень неприятного, как торната. То есть раньше торната, когда осваивали Соединенные Штаты, там особо не было, это было редким явлением, но стало частным. Почему? Потому что получились бесконечные достаточно просторы. Да, кстати... На которых нет ни леса, ничего. В Советском Союзе было установлено планом развития сельского хозяйства обязательное наличие лесополос, то есть лесополоса между колхозами различными, лесополосы вдоль дорог, для того, чтобы снизить эрозию почвы, для того, чтобы удерживать снега, для зимы, для того, чтобы избежать такого явления, как торнадо, те же самые. То есть вот эти вот лесополосы, они в Советском Союзе были везде, они до многих местах остались до сих пор. То есть такой просто характерный момент, что вот в 5-6 рядов растут деревья, такая полоска. Это искусственные насаждения даже там, где их раньше не было. Вот я считаю, это наглядный показатель того, как государство обеспечило как раз-таки и силами колхозов, и для тех же самых колхозов защиту почвы от эрозии и обеспечение и более комфортного жилья, и лучших условий для выращивания земли. Да, согласен. Причем все это идет вразрез с тому, как нам постоянно рассказывают о том, на каком низком уровне была экология в СССР и так далее и тому подобное. Конечно, смотря на такие примеры, звучит смешно. В противогазах в Советском Союзе не приходилось пользоваться, а в Европе и в Японии приходилось. И, наверное, поэтому в России до сих пор огромное количество нетронутых лесов и так далее. То есть, например, в Европе, в принципе, такого понятия, как реальный лес, уже в принципе не осталось. То есть это экономические угодья. Сейчас нужно еще заметить какую вещь, что этих нетронутых лесов и вообще лесополосов, прочего, остаются гораздо меньше. То есть исчезают пруды, озера либо огораживаются. Выкашиваются леса, то есть практически полностью исчезла так называемая зеленая зона Москвы. Это ведь вполне официальное понятие. То есть зеленая зона Москвы – это 50-километровая полоса лесов вокруг Москвы, в которой запрещено было ввести масштабные средства и в которых запрещено было производить важные группы лесов. Но давайте тогда подходить к результатам. Какие плоды принесла, наверное, здесь можно долго обсуждать, но в общих каких-то чертах, какие плоды принесла коллективизация? Коллективизация позволила поднять уровень жизни как в городе, так и на селе. То есть сельское хозяйство стало более эффективным. Оно позволило принести, так сказать, на село такие влагоцивилизации, как электрификация, газификация, привести туда нормальное образование, то есть везде были школы, везде были особо сельские клубы, то есть не было колхоза без сельского клуба. Не было. То есть это и для кино, и для танцев, и для школ, и для библиотеки появились. Так вот, в политическом масштабе, собственно говоря, коллективизация позволила провести индустриализацию, но за счет того, что просто те самые 4 миллиона человек, которые перешли из села в города, это как раз и есть основа уже рабочего класса Советского Союза. То есть основа промышленности, основа транспорта, то есть все это получилось за счет именно коллективизации. Без этого этих рук в промышленности просто бы не появилось. И, наконец-таки, коллективизация позволила распространить на сельское хозяйство систему охраны труда. То есть у крестьянина нету кусков, у крестьянина нету никакой нормировки рабочего дня. То есть он пашет, пока это необходимо или пока он считает это не правильно. Да. Вот коллективизация позволила, за счет механизации труда, введения, так сказать, системы контроля и учета за трудом, позволила ограничить продолжительность рабочего дня, ввести такое понятие, как отпуск, которого для крестьянина не было в принципе. У колхозников отпуска появились. Кстати, под отдых колхозников, которые, допустим, получили профессиональные заболевания или просто плохой опыт, болели достаточно серьезно, был выделен такой санаторий, как бывшая императорская дача в Крыму, в Ливадзе. Вот Ливадзе, как говорится. Он же был отдан как раз-таки именно как санаторий именно для колхозников. И, что самое интересное, для него не мог председать колхоза люди из управления колхозом. Там могли отдыхать только рядовые колхозники. Ну, для наших нынешних «патриотов» и «либералов» это звучит странно, что позволяют обычным людям отдыхать в таких местах. Ну, вот, собственно говоря, это и есть итоги коллективизации. То есть индустриализация, защита труда, улучшение условий жизни и общий рост сельскохозяйственного производства. Ну, я думаю, вы упомянули, но еще раз сказать, что, конечно, вот это вот сгладить, вот эту разницу между селом, и об этом еще писал Карл Маркс, между городом и селом необходимо, чтобы, как вы сказали, на селе стали появляться какие-то культурные объекты и так далее. Там стали появляться банально цивилизации в каком плане? Тот же самый водопровод, канализация, это ведь тоже в царской деревне даже представить невозможно было. Здесь оно появлялось, вот есть такой момент интересный, если поехать по советским колхозам и миллионерам, то есть которые были прибыльными и эффективными, там можно увидеть трех-четырех-пятиэтажную застройку, то есть такие небольшие одноподъездные, очень уютные дома. Можно увидеть отдельные вот эти вот дома, которые тоже строились повышенным образом по единому проекту, но это были комфортабельные отдельные, по сути, коттеджи, в которых живет крестьянская семья, ну, колхозная семья. Вот это как раз и есть постепенная ликвидация разницы между городом и деревней. То есть у условия труда и условия быта действительно в Советском Союзе между городом и деревней сложились. Да. Знаете, когда также нам рассказывают там о каких-то нескольких семьях, живущих в кавычках в ужасных условиях коммуналках, наверное, люди забывают вообще о том, в каких условиях жили крестьяне при Российской империи. Вот это тоже такой интересный момент. Коммуналки это тоже очень интересное явление. Дело в том, что в Российской империи огромное... Ну, Булгаково, Собачье сердце, я думаю, вы читали, да? Приходилось. Так вот. Был такой интересный момент. Большая часть рабочих жила в бараках. То есть высокооплачивая рабочая, ну, типа тот же самый Хрущева, который был инструментальщиком, то есть, по сути, рабочая велика, они могли снимать квартиру, имели довольно неплохой заработок. Большинство снимало обычно квартиру на несколько семей, потому что своих частных квартир тогда не было. Тогда были квартиры, которые арендовывались рабочими. А большая часть рабочих, наиболее низкооплачиваемая, она жила в бараках. То есть семья живет в кусочке, который выделен за навеской. И вот, когда произошла революция, было приедено перераспределение жилищного фонда. То есть люди из бараков переехали в квартиры, да? То есть раньше, допустим, в какой-нибудь семикомнатной квартире жил один профессор, там, с прислугой, а после переселения из бараков в такие квартиры рабочих, получалось, что там живет, допустим, 3-4 семьи рабочих и тот же самый профессор. Так вот, и это получается коммуналка. То есть, конечно, для профессора это очень плохо, для тех, кто жил в квартирах, это очень плохо. А как это для рабочих, которые перебрались из барака, из-за занавески, да? А в квартиру, в которой есть удобство, в которой есть центральное на дом отопление. То есть это для них было огромное благо. Я думаю, смотря на нынешние тенденции развития того, как у нас особенно эмигранты, в каких условиях живут в крупных городах в России, видно, люди хотят, многие вернутся к системе проживания за занавеской, за ширмой. Так уже есть. Это вот как живут, допустим, человек 10 каких-нибудь там таджиков или узбеков живет в одной однокомнатной квартире, в скидку за нее платят, и спят там на полном отрасли. Это, собственно говоря, то же самое, что и было на революции. То есть то, от чего хотели при советской власти ушли, и главное, ну, хотели уйти, и главное ушли. И главное ушли. И, наверное, многие тоже не понимают, что все-таки идея коммунальной квартиры, это, вы можете, наверное, здесь уточнить, для меня все-таки это было такое временное явление, которое с постоянным развитием должно было отойти. По мере развития жилищного фонда, коммунальные квартиры расселялись. А, и, кстати, вот маленький такой нюанс. На селе как раз-таки, особенно после коллективизации, никаких коммуналках речи не шло. То есть в этом плане именно на селе был? Коммуналки – это явление крупных городов. То есть больше всего от коммуналок всегда страдал до окончания советской власти. Город Ленинград, он же Санкт-Петербург. То есть это вот как раз самый гнездильщик коммуналок. Потому что, ну, многие туда рвались. Вот это и приводило к тому, что требовалось как-то уплотнить. Да, как-то уплотнить, как-то решать квартирный вопрос. Хорошо. Давайте тогда к последнему вопросу подходить. Если у вас есть, может быть, что-то от себя еще добавить, может быть, какой-то важный аспект мы не упомянули, пожалуйста, и тогда будем закругляться. Важный аспект такой. Дело в том, что у крестьян землю не отобрали. Крестьяне стали пользоваться ей коллективно. То есть никакой горожанин, там какой-нибудь жилье комиссар не приехал и землю не отобрал. То есть как она была у крестьян, так и осталась. Просто она перестала быть индивидуальной собственностью. Это первый момент. И второй момент. Когда говорят, что всех насильно загнали в колхозы, на самом деле этого не было. На протяжении всего существования Советского Союза от первого дня и до 91-го года до развала Советского Союза в стране существовали крестьяне-единоличники. И право выхода из колхоза оставалось все это время. Просто его стали люди подстегивать к этому во времена Горбачевских реформ. То есть по сути стимулировать максимально кредиты и так далее, чтобы люди из колхозов организовывали фермерские хозяйства. То есть опять носовой платок земли, на котором, так сказать, невозможно нормально использовать технику. То есть толкали сельское хозяйство в прошлое. У нас там, по-моему, 8 миллионов фермеров тогда образовалось, а потом, как получено, большая часть из них разорилась. И вот если... Ну а зачем фермеры, когда можно все по дешевке закупать уже у гораздо более развитых стран? Правильно? Так вот, и если какие-то крестьяне оставались единоличниками... Ну, кстати, для чего оставались единоличниками? Например, люди оставались единоличниками для того, чтобы заниматься несколько специфическими видами сельского хозяйства. Ну, например, пасечники, которые вне всякого колхоза просто разводили своих пчел, им так было удобно. И таких вот крестьян, в принципе, было всегда несколько процентов в стране, которые жили вне колхоза, в колхозы не вступали, и, соответственно, были крестьянами-единоличниками. То есть уже это показывает о том, что никакого обязательного вступления в колхозы, именно обязательного, от которого человек не мог отказаться, не было. Просто оставаться единоличником на обыкновенном вращении хлеба было крайне невыгодно. То есть такой человек жил сильно беднее колхозников, сильно хуже колхозников. То есть на него также спускался государственный план и так далее, но он не мог, допустим, воспользоваться услугами МТС. У него просто не хватало на это средств. Ну, потому что одно дело, когда колхоз ориендует компанию, другое дело, когда единоличник пытается это делать, да? Так вот. То есть там создавались условия, неблагоприятные для единоличников. Это, да, действительно было. Ну, почему? Ну, потому что они действительно менее эффективны, чем колхозы. Но единоличники оставались на протяжении всей советской власти. Продолжение следует...